МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Георгия Димитрова, где скоро установят игровое оборудование на детской площадке, асфальтируют дворовый проезд и сделают больше парковочных мест. На улице Молодежной во дворе домов номер 6, 6А, 8 и 8А уже появилась футбольное поле, стритбольная площадка, детская площадка и стылы для настольного тенниса. На участке в границах улиц Нововокзальная, Вольская и Нововокзального тупика ремонтируют сразу три двора. Все работы планируют завершить до 1 октября. В этом году от жителей Самарской области в Управление Федеральной службы судебных приставов поступило 566 обращений граждан. Все они жаловались на работу коллекторов. В основном претензии касались превышения количества телефонных звонков. В результате с начала года судебные приставы привлекли к административной ответственности 34 организации, которые занимались взысканием просроченных задолженностей. В итоге общая сумма штрафов составила почти 1 миллион 300 тысяч рублей. Администрация Самары опубликовала протокол конкурса по поиску нового перевозчика для коммерческого автобусного маршрута номер 210. На место претендуют сразу четыре компании. Результаты конкурса станут известны в ближайшие дни. Победитель получит свидетельство на его обслуживание сроком на 5 лет. Автобусы будут ездить от поселка Управлического через Старозагору, площадь Тирово, Революционную и Губернский рынок до ЦУМ Самара. В понедельник 2 сентября в Самарском зоопарке пройдет Экологический день знаний. Праздник посвятили началу учебного года. Гостям расскажут о биоразнообразии Самарской области, а также познакомят их с редкими видами животных – пятнистым оленем, лебедем-шипуном, орланом-белохвостом, филином и многими другими. Также для посетителей устроят квест ребусами, загадками и анаграммами. В конце все желающие смогут погладить ручных животных и сфотографироваться с ними на акции «Погладь меня». Начало праздника запланировано на 14 часов. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания.